Эдгар Коц у нас в студии. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Поговорим сегодня про рынок СМИ в Латвии, про политику СМИ и так далее. Вот все говорят о том, что сейчас довольно тяжело приходится бумажным СМИ, скажем так. Ну вот мы, тем не менее, слышим все время о каких-то сделках. Вот в частности, недавно ДНС Медиа тоже заключили сделку. И, может быть, подробнее о том, что произошло. То есть вы верите все-таки в печатные СМИ? Ну вы в радио тоже верите, и в интернет тоже верит. Конечно, верим в печатные. Произошло то, что наш как ипошник, как владелец, решил, что он больше не хочет заниматься в СМИ. И тогда решил распродать. Ну и ДНС Бизнес продали, ДНС Журналы и тоже ДНС Медиа. Ну так вот я здесь сижу. А была опасность, ну вот, к примеру, когда кто-то продает, могут появиться и другие покупатели. Была опасность, что, не знаю, купят какие-то иностранцы? Ну кто знает, я же не знаю, кто и как вел разговоры. Ну, конечно, всегда бывает опасность, что кто-то другой подходит и покупает, да. Ну я три года там работал, и думаю, я очень, ну, большую работу сделал. Подвел газету к рынку. И тогда оценили мою работу, и я могу дальше работать. Ну а что вообще вот происходит, вот скажем, мы так более-менее знаем, что происходит в русских СМИ Латвии, поскольку сами тоже являемся русскоязычными журналистами. Что происходит на рынке латышских СМИ? Вот какая там ситуация, бумажных я имею в виду, газет? Как с читателями, допустим? Я думаю, что вообще газеты, я думаю, тоже и русские газеты, и русское радио, и латышское радио, и латышскому телевидению, и то же самое. Одни проблемы, да? Одни проблемы. А какие тогда? Вот назовите, может быть. Первая проблема, я думаю, что большая проблема, потому что Латвия старает. Ну, демографическая ситуация старает. И вторая проблема, что люди уезжают из государства. А СМИ ведь, в том числе, печатное, он как зеркало. Он отражает, что происходит. И если человек очень политический апатискс, апатичный, да, он как-то убегает уже от медиа, он хочет очень развлекаться, но газеты такие, возможно, не предлагают. Он все о проблемах сообщает ему, да? Не только проблемы, но аналитика, и мы как-то можем прогнозировать, что происходит дальше. Это самое главное. А, ну, печатная, она как-то больше зовет тебя подумать. Ну, в одиночестве посидеть, посидеть, читать газеты, подумать, да, включить визор, пошел, чай, развлекание, это побольше идет. Ну, да, газету надо думать, газету надо анализировать, работать, короче говоря, чтобы мозг работал. И очень как будто себя идентифицирует с процессами политики. Ну, хорошо, ну, вы говорите, ладно, допустим, вот этот процесс, что Латвия уезжает, да, ну, часть, часть читателей уехали. Ну, часть, вы сказали, состарились. То есть, те читатели, которые, в принципе, стареют, они же читать-то умеют. Они как раз-таки воспитаны на том, что они читали бумажную прессу. То есть, они-то, по идее, должны остаться? Не, видите, я же тоже самое помню, как телевидение, и когда-то, 10 лет, 15 лет назад, самая центральная новость, панораму, смотрели примерно там 300-400 тысяч, а сейчас смотрят примерно 120. Это телевидение. Хорошо, а куда делись вот эти, часть читателей, которые не умерли и не уехали? Ну, происходит еще сегментация. Большая медиа-сегментация пойдет, происходит. Тот же самый интернет, конечно, он отбирает, как некоторые люди, которые говорят, мне ничего не надо, в интернете все есть. Ну, там есть только там, ну, как в Ирсерахстах. Заголовки. Заголовки он читает, а он так думает, что он уже все понимает. Но он в курсе зато событий, то есть он, ну, по сути дела, в теме. Ну, он знает, что, да, он что происходит, а почему происходит, это уже вопрос. То есть средства массовой информации, они должны сейчас больше, наверное, смотреть вот туда, в виртуальную среду, да, для того, чтобы как-то читателей удержать? Ну, я думаю, кто-то сказал, что когда появляется телевидение, кино идет. Ну, и есть и телевидение, и кино. Конечно, надо смотреть, что происходит и как человек будет потреблять. А я думаю, что печатная медиа, она сохранится, только она будет очень узкой сегментацией. Ну, как у нас, не знаю, есть издание «Култур Сдиен». Ну, у нее уже такая большая группа фанатов, которые хотят, чтобы это продолжалось. Ну, да, хотя, казалось бы, все могут подумать, ну, подумаешь, там, культура, оказывается, у нее есть своя аудитория. Да, 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 и думаю, что и появляются новые и журналы какие-то, ну, которые, ну, для этих макштернек, рыбалки. Рыбалки, да. Ну, да. Я думаю, что это будет, такая происходит, такая сегментация, которой невозможно в интернете получать то, что ты получаешь от книг и журналов. Это по-другому все происходит. А как вам кажется, возможно, и сейчас, чтобы вот, ну, печатные газеты были, ну, печатные вот эти вот СМИ были очень влиятельные? Потому что в свое время, ну, пока не имея в 90-е годы, все-таки ДНР, это было очень влиятельное издание. Мы знали, что даже какие-то публикации скандальные могли приводить к отставкам. Ну, да, но сейчас в медиа только вместе, если есть какая-то тема, которая происходит в линии, радио и в печатном. То есть, совместно, да? Совместно. Я думаю, что отдельно вообще невозможно, если только тоже телевидение в одном передаче покажет конкретные темы, не будет происходить ничего. Там только надо совместно работать и совместно какие-то темы. Ну, когда, если видно, что происходит что-то не то, тогда всем медиам надо вместе делать эту влиятельность. А вот хотел уточнить, ДНЛВ, вот этот интернет-портал, тоже будет вашим, да? То есть, это все в комплексе? Да. То есть, вы считаете, что надо развивать вот все равно интернет-технологии параллельно вот газетам? Конечно, я и думаю, что надо чуть-чуть и видео развивать, и еще что-то. То есть, сразу в одном пакете все, да? В одном пакете, чтобы было, чтобы легче с рекламодетелем работать. Ну, получается, у вас будет больше такая вот ДНС медиа, это будет больше такая культурная, развлекательная направленность? Или все-таки общая, да? И то, и то. Мы будем работать на все, чтобы, ну, обслуживать рынок, чтобы они получали удовольствие. Что касается журналистов, ну, часто мы сейчас слышим из уст разных там профессоров, экспертов, что, ну, вот, журналистика как-то уже стала менее профессиональной, менее интересной, там, журналисты менее требовательны к себе. Вы с этим согласны или это не так? Ну, там большая проблема, потому что рынок очень узкий, и не можем, мы не можем заплатить то, что надо журналисту получать, и потому происходит, что журналист удивляет не так много времени на аналитику. Это, конечно, лучше, чтобы он, журналист, подолго мог работать и получить свои деньги, да? Ну, публикации, а не просто написать, что-то быстренько и все, да? Я согласен с этим, но это проблема, я говорю, рынков, потому что тоже у нас есть обратная связь с читателем, у нас есть, ну, обслуживание телемаркетинга, который напрямик звонит, и люди так же плачут, они говорят, что хотели бы абонировать газету, но не может заплачить за тепло, за электричество. И тогда он выбирает, за что? А как его? Конечно, выбирает. Это, я говорю, это вообще печатная газета, она очень большое зеркало, что происходит в государстве. Если экономика лучше, тогда они бы побольше и платили за газету. Я напомню, что у нас в гостях Эдгар Коттс, владелица, председатель правления ДНС Мэйда и бывший генеральный директор латвийского телевидения. Мы говорим о тех процессах, которые происходят на рынке СМИ в Латвии. Наверное, прервемся сейчас на новости и рекламу, потом продолжим. Звоните нам в телефоны 672-12-939 и 672-13-939. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Гость в студии сегодня владелец и председатель правления ДНС Мэйди, бывший генеральный директор латвийского телевидения Эдгар Коттс. Звоните нам, если есть вопросы 672-12-939 и 672-13-939. Как вы относитесь к попытке подобраться к гонорарам журналистским? Вы вот как работаете с бумажной прессой? Как это понять, подобраться? Ну, ввести обязательные социальные взносы уже с гонораров. Были такие разговоры, сейчас это вроде отложено, но все равно попытки постоянно у политиков возникают. Такие желания, скажем, ну вот как-то каким-то образом обложить. Видите, это большая, я думаю, что это не журналистам, но так мы можем свою профессию интерпретить. А есть же актеры. Да, конечно, это журналистам тоже касается. Все автоские вознаграждения. Это большая, большая группа людей, и там надо... Я всегда удивляюсь, как правительство работает. Надо еще рядом поставить аналитику. Ну, конечно, я же вообще говорю, всегда говорю, конечно, надо платить налоги. Никто же не... Кто говорит, что не надо? Кто не хочет, да. Все хотят. Только вопрос, откуда берется деньги. Правительство решение очень быстрое. Вот я смотрю, у меня не хватает денег. Ну, даем побольше налогов. А мне, как работодателю, надо подумать, откуда я буду брать деньги. Как я свяжу свой бюджет вместе. А их это не волнует? Ну, я так и понимаю. И тогда я думаю, что очень много... Ну, не знаю, театр поднимут цену. Концерты поднимут цену. Я уже говорил, у меня уже люди не могут заплатить за газету, потому что у них нет денег. Они не могут электричество... Откуда тогда мне брать деньги? Ну, если это будет так много и так быстро принято решение, ну, тогда, может быть, и надо закрываться. Ну, то есть вы считаете, что если вот ввести вот эти соцвзносы с авторских вознаграждений, с гонораров, в частности, СМИ могут закрыться? Я думаю, некоторые, конечно... Латышские, латышские тоже, да? Конечно, там же надо смотреть Ирина, говорить с нами, никто же не говорит, я сразу посчитал, сколько мне надо поднять бюджет, откуда я могу брать деньги. Ну, сколько вам надо поднять бюджет? Ну, примерно 200 тысяч. 200 тысяч, если вот заплатить все, что захочет правительство, допустим, да, введет вот эти соцвзносы? Ну, самое интересное, что постоянно видишь, что такая чехарда, что иногда просто люди в результате не понимают, что происходит с этими микропредприятиями, да? Уже пять было разных вариантов, и уже в результате многие спрашивают, так будет микропредприятие или нет? То есть, мне кажется, запутались все. Ну, надо же хоть как-то какую-то логичную политику проводить? Ну, я думаю, да, но надо же смотреть. Если ты когда-то принял закон, тогда если ты думаешь, этот закон по налогам менять, тогда надо 3-5 лет дальше думать, анализовать. Может быть, да, можно, но как-то понять местные, ну, как, ну, деньги, которые в местном ринге оборотятся, надо поднять, чтобы могли заплатить. Там же кафе тоже очень много, смотрю, в Риге открылись очень маленькие кафе. Они живы тоже, все на микро. Вот интересно, тоже такая важная тема. Сегодня у вас тоже на первой полосе в Гэдет и Диена такая фотография президента вместе со школьниками. Это уже конкурс традиционный, вот косноты, которые Диена проводит, да, где школьники участвуют в такой викторине, отгадывают на эрудицию, да? Вот как вам кажется, все-таки вы общаетесь с этой молодежной аудиторией, не знаю, ну, школьники, не знаю, как школьники, может, еще рано, но студенты будут читать газеты? Будет вообще молодежь у печатной? Видите, мы тоже, ну да, мы хотим понять, что и как будет происходить, и уже в мире происходит эта тенденция, когда примерно ты доживешь до 28, 29, 30. И тогда начинаешься от газеты. Когда они уходят в газету, да. Все-таки. Ну, есть такая тенденция, когда ты уже, ну, побегал по жизни. Даже если, несмотря на то, что не читал человек, вот это. Да, 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 приходит. Приходит уже к другу печатному. Вообще говоря, что в Западной Европе, вот, например, в Германии, чиражи газет не падают, потому что люди уже убедились, что при всем уважении к интернету, зачастую, когда ты читаешь интернет, ты вообще не понимаешь, кто это написал и кто за это отвечает, да? Все-таки в газете есть какой-то автор, который отвечает за свои слова. Видите, там, мне кажется, еще другая проблема. Там нет такого интернета еще. И в Испании, и в Германии там нет. У нас же сумасшедший интернет. У нас... То есть, мы обогнали эти страны? Да, у нас это очень... Конечно, у нас же быстрый очень. У нас, мы же где-то в втором-третьем месте по скорости. Да, рядом с Эстонией, кстати. Да, там же в Испании или в Германии никто же еще не думает, что можно хоккей, футбол в интернете смотреть. Да. Это технически невозможно. Ну, может, нет такой необходимости. Я не знаю, я помню, что во Франции тоже был какой-то хоккей, и выяснилось, что в арене французской никакого интернета нет. То есть, там журналисты никакой репортаж передать не смогли, потому что просто нет интернета. Ну, да, но это, я думаю, что это еще через, не знаю, 10 лет у них эта проблема будет. То есть, в чем-то мы обогнаемся. Да, если будет эта необходимость. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас быстрый интернет, но людей же здесь нет. У нас есть звонок, пожалуйста. Слушаем, Эдгар Котц в студии. Пожалуйста, слушаем. Так, сорвался, звонок. Не дождался наш радиослушатель. Звоните. 672-12-939, 672-13-939. Слушаем. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос к вашему гостю. С вашей точки зрения, в латвийских современных условиях, что необходимо, чтобы у газет была такая же популярность на фоне технологической революции, быстрого интернета, как, например, в Америке, у Wall Street Journal, у Times, или в Великобритании, у Financial Times. Потому что, согласитесь, что технологическая база там превосходит даже интернет и все возможности, которые есть в Латвии. И, тем не менее, эти газеты читаются уже на протяжении десятков и десятков лет. Спасибо большое. Спасибо. Я уже говорил, что надо другую экономическую ситуацию, чтобы людей бил деньги. Рынок. Рынок. И вторая, да, очень это политическая апатия. Ну, люди уже устали от этой, ну, как будто политической агрессии чуть-чуть на свой народ. Ну, там надо другие контакты, другая идентифицистская ситуация. То есть люди устали, вы имеете в виду, вот как, за какой период? За 25 лет вот эти последние или что? Или раньше? Ну, я думаю, что это все началось в кризисе 2008-й. А, знаете, последние годы. Ну, когда сейчас, как мы получили кризис, тогда у нас все время... Но общество реагирует как? Как вот оно устало, и что тогда? И оно уходит, так сказать, прячется или что? Не, ну, как видите, они уезжают. Это же тоже голосование. Ну, то есть ждать от наших, скажем, жителей Латвии какой-то демонстрации, наверное, то есть они уедут скорее, да? Ну, трудно, если где-то в Турции или где-то там какие-то решения принадут, люди идут, в улицы идут, да. А нас, ну, как, ну, мы очень толеранты такие, ну, мы очень собираемся, тихо уезжаем. Это такой менталитет, да, что мы просто спокойно, Мы даже видели забастовку предупредительную, во что это вылилось. Ну, не во что, да. Да, 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 и сейчас, ну, статистически хорошее. У нас, ну, как будто безработница снижается. Конечно, ну, люди уезжают, да? Ну, да. Снижается, ясно делаю. А там и речь. Еще наушники надевайте, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мне такой вопрос. Господин сейчас сказал по поводу апатии читателя, апатии слушателей и так далее. Не кажется ли ему, что частично эта апатия вызывается именно тем, что раньше журналисты были интересные? Они делали, может, и ошибочные, но свои предположения, свои анализы, свои видения. Сейчас, ну, вот кто-то сказал, что это так, там, наверху. И вдруг вся латышская пресса четко пишет, это только так, а по-другому думать ось я. Ну, никак нельзя. И, по-моему, вот это как раз эту апатию только увеличивает. А вы постоянный читатель, да, вот газет, вот, то есть вы так можете проанализировать, да, как они пишут? Почитываете, да? Понятно. Мы подписываем, человек почитывает так. Да, ну, вот, пожалуйста, прокомментируйте. Вот, что вы скажете? Ну, я так не думаю, мы с Деной очень много уже всяких таких, ну, откровения писали. Ну, проблема в том, что это остается в газете, нет больше реакции. Когда-то было, а если есть статья какая-то, тогда уже репрессивные всякие реагируют, проверяют. Но сейчас как-то происходит меньше. То есть на статью в газете реагировали как на официальный документ, заявление, да? Когда-то, да, да, да. А сейчас как-то чувствуется, как это все ускользает. И потому, ну, сейчас журналистка такая, испает, аналитик, она остается в газете. Это проблема. Если, ну, всем СМИ, не знаю, напишут, что сейчас этот бюджет плохой, будет реагировать или нет? Ну, хорошо, вот конкретно, Дена, вот, когда последняя была статья такая, вот, чтобы после нее была какая-то реакция, отставка или, может быть, там, перестановки? Ну, вот, привезите примеры. У нас была статья насчет цитадели. Да. Продажа цитадели. Что происходит, ничего не происходит. То же самое сейчас очень много про аэрбалтик, все пишут, что происходит. Ничего. Ничего не происходит. Даже государство не выходит с завелением, ну, чтобы, да, они ошибаются. Как-то ситуация. И они ошибаются или что-то такое. Нет, это так утищение все происходит. Ну, хорошо, они не должны, допустим, выходить с заявлением, но должны, может быть, журналисты их вытащить для этого заявления. Ну, делается же, делается. А что? Ну, что? Ну, дальше заявление уже ничего не происходит. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел оставить комментарий, потом опросу. Я полностью согласен с предыдущим звонящим, который сказал, что действительно сейчас, не знаю, какой-то кризис у журналистов. Я бы, наверное, отметил вот такую яркую журналисту это Лату Лапш. Посмотрите, хотя бы не только латышская пресса, но и русская пресса. В Латвии здесь у нас, когда сбили самолет, да, российский. Кто-то разве из латышских журналистов или русских написал, что реально, как обстоит порядок действий у страны НАТО. Есть четыре пункта, как они должны действовать. Никто же не написал, что, ребят, ну вот, мы продержали Турцию. Оказывается, смотрите, нельзя поддерживать, потому что все же было по-другому. Нарушили этот порядок. Что делать с нарушителем? Никто. Все дружно начали петь. Вот, кукушка хвалит. И Тухаза тоже хвалит, он кукушку. Но и вопрос к своему гостю. Вот, я понимаю, что вы же не альтруист, у вас есть бизнес. Да, печатание газет. Вопрос. Почему вы считаете, что государство должно субсидировать, поддерживать ваш бизнес за счет других? Почему не дать те же самые дотации или не снять налог с других производителей какой-то продукции? Спасибо. Спасибо. Так не понял вопрос. Значит, вопрос, почему вы считаете, что государство должно как-то по-особому, как я поняла, относиться к журналистам? Да, и датировать. Ну, я так понимаю, никто по дотации не датирует. Ну, хотя бы, да, про налог. Я говорю, пока газетах никто вообще не датации не дает. Да, ну вот про налог, да. Только общественное телевидение датируется. Я так понимаю, что человека, может быть, возмутило или задело несколько то, что вот журналисты за свои гонорары тут выступают, мол, почему бы им не заплатить все налоги, вот так же, как платят там другие предприниматели? Ну, а это уже давным-давно принято решение, что есть авторские договора, которые не обложатся, так как... Вы наушники снимите, пожалуйста, а то они скрипят. Да, которые не обкладывают, так и как заработные платы. Да, это уже закон работает очень-очень долго, и сейчас очень быстро хотят менять. Это же проблема. Естественно, и потом мы же сказали, да, вот нашему радиослушателю, я просто добавлю, да, мы уже неоднократно об этой теме говорили, мы говорили, ну да, можно заплатить эти все налоги, просто потом на следующий день уже некому будет работать. Ну, насчет дотации, вообще, я думаю, что надо искать вариант, как тоже помочь печатному, потому что люди, вообще, как бил, сейчас это исследование, что школьник ему очень мало читает. И это, я думаю, вообще проблема, потому что обществу надо больше читать, она чтение, я думаю, чтение делает общество гораздо квалтатой. А если общество читает мало, я думаю, что это тоже будет большая проблема в наклад, наверное. В будущем, да. В будущем, да. Вот если перейти к электронным СМИ, вот вы, как бывший директор, генеральный директор латвийского телевидения, пару лет назад говорили о том, что, значит, если были бы необходимые дополнительные средства, то надо было бы создавать аналитические программы, как для латышей, для русских, вы вот в нашем эфире как раз это говорили. Вот, как раз вот после этого, по-моему, было создано ЛТВ-7. Вот как вы относитесь к этому продукту, который сейчас фигурирует вот на ЛТВ-7, русскому вещанию? Ну, видите, этика, не комментировать, что сейчас делает новые руководства. Нет, ну, вы удовлетворены, скажем, как зритель, может быть. Вы же наверняка, как профессионал, смотрели, может быть, нерегулярно, но вы можете оценить качество того, что сделано сейчас вот за общественные деньги. Это же не коммерческая СМИ, в конце концов. Мы имеем право. Ну, это не коммерческая. Но мое мнение такое, что ЛТВ-7, ну, эти все русскоязычные передачи, конечно, это хорошо. Да. Ну, в концепции, это всем пока не ясно, это какой канал спортивный, русскоязычный, ну, и он очень мешается. И тогда я думаю, что будет проблема вот так постоянно достать зрителя. А почему вот, как вы думаете, почему у нас, как в Эстонии, не сделали отдельный канал для русского зрителя? Это упиралось только в средства все? В деньги? Нет, деньги сейчас есть. Или еще у вас что-то? Сейчас же, я говорю, что я думаю, что сейчас в общественной телевидении уже деньги очень-очень нормальные, чтобы что-то сделать. Но это опять какое-то политическое решение. Но я не могу это комментировать. Мне кажется, что иногда кому-то выгодно делать политический капитал на эти темы. Ну, если есть национальная партия, тогда они, конечно, где-то... Но у нас, получается, национальная партия диктует уже все сейчас? То есть национал обвенный? Ну, я так не сказал. Я говорю, что вообще... Нет, я так предполагаю. Вообще, я думаю, что сейчас политики очень-очень-очень... Политики очень все время думают по свой рейтинг. И это проблема. Потому что если ты видишь на улице, там же не чувствуется разницы. То есть если у нас было бы принято решение создания отдельного канала, то это бы сказалось на рейтинге политиков? Ну, может быть, да. То есть в обществе нет желания, да, чтобы был у русскоязычных отдельный канал? Ну, это есть какое-то исследование. Тогда уже надо русское общество исследовать. Хотят, не хотят, что хотят, что хотят. Нет, русское общество, допустим, хочет. Я имею в виду, что рейтинг тех политиков, он зависит все-таки от латышской части общества. Рейтинг тех политиков, которые принимают сегодня решение. Ну, конечно. Да. То есть в латышском части общества нет запроса на русское обещание? Ну, нет. Пока. Ну, то есть, а почему? Интересно, почему? Оно мешает или оно раздражает? Оно, скажем так, из принципа не хочет? Или что? Почему? По какой причине? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, может быть, вы же обращаетесь в латышском обществе в основном. Поэтому вот какие настроения? Я им таких вопросов не задаю. Ну, по моему мнению, вообще нет проблем. Если кто-то хочет, тогда надо делать. Если нет, не надо. Я не вижу, что здесь русскоязычные латышки надо вообще разделять. Они же на улице все. Мы очень хорошо живем. Нет, вообще конфликта. Нет. Нет, ну, сейчас речь идет о канале отдельном. Зачем надо канал? Не надо. Я думаю, зачем надо? Но вы же говорили, что надо два года назад. Вы же говорили, что надо два года назад. Видите, я два года назад работал, и два года назад, я думаю, что я... Если бы был этот канал заранее, что произошло, тогда было очень... Еще до того. До того, да. Я часто чувствовал это. А сейчас уже не нужно писать. А сейчас опоздали. Сейчас уже это опять политические решения на то, что произошло. И люди будут так воспринимать, да? Да. А если мы так, да, безделали, тогда это было как будто, ну, нормально, что сейчас так происходит, что мы, не знаю, делаем совместную информацию, обмен. А сейчас уже происходит, что о нас сейчас сделать русскоязычный канал, это будет отплять давление, и люди будут принимать, что сейчас, да, нам хотят сказать то, что мы вообще не хотим. Это по-другому. А как вы относитесь вот к дискуссии, которая развернулась после одной программы на ЛТВ-7, когда Гирса пригласили, он там с Георгиевской ленточкой, и после этого возникла дискуссия, вот, что нужно бы, чтобы, значит, ну, выбирать, кто может прийти в программу, кто не может прийти в программу. Ну, это уже... Гостей. Ну, как, конечно, это уже... Это хьё вот дело, как вам кажется? Это уже сразу, не знаю, кто это... Это дело редакции или всё-таки это дело политики? Да, кого пригласить. Ну, пригласить на студию, конечно, это дело редакции. Это уже чуть-чуть политическая цензура. Ну, так нельзя. А вы сталкивались когда-нибудь с политической цензурой? Вот, за последнее время, давайте так, с бумажной пресси, да? Нет, я про телевидение тоже могу ответить. Про телевидение тоже нет? Никогда. То есть вам никогда не диктовали, кого звать, кого не звать? Ну, так, напрямик, как сейчас нет. А почему так вот стало возможным такое, как вам кажется? Ну, опять, что я могу сказать? Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что, ну, как, ну, редакции работают свои работы, и кто-то боится, я понимаю. А чего боятся Гирса? Я не знаю. Вот я не могу ответить на все вопросы. Он напугал Гирс, да, почему так Гирс напугал с Георгиевской Ленточкой, почему он так напугал латвийских политиков? Я думаю, что таких надо побольше показывать, чтобы люди видели, какой он, что он, как он думает. А сейчас речь идет о цензуре политической, получается. Ну, получается, да. Опять кто-то делает рейтинг на это. Делает новости. Вот, мы хотим, что сейчас это не было. Кто-то так тоже думает из общества. И он делает свой политический капитал. Я думаю, что на это вообще не надо много времени тратить. Есть побольше проблем. Хорошо, у нас звонок еще. Давайте примем напоследок один. Пожалуйста, слушаем вас. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем. Да, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Я хотел уточнить. Выключайте радио, пожалуйста, мы вас не слышим. Эхо идет. Разве? Эхо идет. Хорошо. Хало-хало-хало. Да, да. Говорите. Значит, я очень часто и много слышал вопрос о необходимости интеграции общества заради национальной безопасности страны. Не кажется ли вам, что вот такое разделение сейчас и цензура, и борьба за рейтинги, и боязнь одного-другого мнения, это приводит к тому, что у нас в прессе, в радио, в телевидении тоже за латвийский патриотизм начинают считать русофобию, что еще больше разделяет общество и, честно говоря, угрожает национальной безопасности государства. Спасибо. Спасибо. Как вы думаете? Я думаю, что он, ну как, если он спрашивает такое, у него есть уже такое мнение. Ну, человек считает так, да. Вот это уже проблема. Ну, я думаю, что это проблема. Кого? Конкретного человека или общества? Он сейчас уже такой вопрос задает, он не только один такой. Да. И тогда что-то там, да, есть, я бы говорил, что есть уже проблема, потому что... Ну, я тоже чувствую, что есть же очень много русскоязычных школьников, которые учатся в Латвии в школах и достает очень хорошие всякие знания и тоже представляют нас, Латвию, за рубежем. А мы, латыши, про этих школьников ничего не знаем. И знать не хотим. Вот так. Или хотим. Ну, видите, я не могу сказать пообщему. Я от себя хочу. Конечно, я только от себя и спрашиваю. От себя и говорю. Как от главного редактора еще. Конечно, я не главный редактор. Ну, в смысле бывшего. Главный редактор у нас гад с маленьким. А я хочу. Я сейчас вообще думаю, не знаю, в дальнейшем я смотрю, может быть, где она будет искать вариант, как создать какую-то совместную работу с русскоязычными людьми. Считатели не боитесь потерять? Почему? Политики боятся таким образом потерять своих избирателей. Нет, я хочу, ну, я хочу эту информацию искать. Я хочу, ну, у меня, я знаю Глеб Спантелеевс, он же полностью русскоязычный. Он, ну, очень хороший, много для Латвии сделал. Ну, этот мост надо делать с другого стороны. Полностью. Искать что-то позитивное, а не негативное. Конечно, со школьниками, и новое поколение, искать всякие такие мосты, чтобы друг друга знал. Все, нам пора заканчивать. Спасибо вот на этой позитивной ноте строительства моста будем заканчивать. Владелец и председатель правления Диэна Смэйди и бывший генеральный директор латвийского телевидения Эдгар Коц был сегодня с нами этим утром. Спасибо и хорошего дня. До свидания. Продолжение следует...